Стенька, Разина Ведь на самом деле эти имена совершенно разные. А дело в том, что словосочетание Стенька, Разин существовало задолго до описываемых в учебнике событиях. Только никто уже не помнит, что означает это словосочетание. Значит, пришло время вернуть ему смысл. У крепости четыре стены. Сегодня в обзорных музейных книжках стены крепости называют по сторонам света. Южная, северная, западная и восточная. Но раньше каждая крепостная стена имела свое название. Южная носила название Дель. Обычно около нее находились ремесленные мастерские. Китай-город. Слово Дела, Дельцы, имеет к этому названию прямое отношение. Западная называлась Слон. Вдоль Нью-Йоркс полагались защитники крепости. И военные помещения. Заслоны. Северная стена крепости. Борт. И здесь находились запасы еды и воды для защитников крепости. И только восточная так и называлась. Стена или стенка. А за ней располагались? Правильно. За стенки. За стенках сидели преступники в ожидании суда. Обычно за стенки пустовали, но иногда в них были сидельцы. Но совсем немного. И если суд приговаривал их к расстрелу, то приговор выполнялся именно у этой стены. Расстрел – дело серьезное. Назначался он редко, как высшая, крайняя мера. И только в отношении тех, у кого душа стала черной, злой. Если убить только тело, то черная душа не успокоится, а будет вредить всем живущим. Поэтому нужно было убить и душу. Для этого злодей не должен был увидеть перед смертью солнце. На рассвете преступника ставили к стенке. А жрец поднимался на башню и ждал, когда на востоке появится первый луч солнца. Вот в это время и звучала с башней команда «Солнце! Рази!». Жрец солнце видел, а преступник – нет. Место, где умирала черная душа злодея, стало называться «Стенка Разина». А был или нет в нашей русской истории реальный человек, называвший себя этим словосочетанием, в этом легко разберется пытливый ум и горячее сердце. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok